Друзья, всем привет! Я Магомед Матеев, это Абдул Барри Гусейнов. Сегодня мы покажем, разберем основные принципы рапоргарда, что это, с чем это едят, пару приемчиков. Сама по себе позиция очень разнообразная, даже применима для ММА, но нужно кое-какие вещи пояснить. Частые ошибки я часто вижу в зале, у многих ребят, мы сегодня разберем их. Да, ребят, давайте сначала разберем, как мы заходим на саму рапоргард. Соответственно, если мы разбираем в ги или в ноу-ги, в принципе, либо под руки, при этом я работаю коленями обязательно, то есть нет такого, что я пытаюсь разорвать. Сначала разорвал, потом колени тяну, иначе нет. Одновременно подбили руки, прижали колени к себе, желательно сразу поймали за шею, прижали, и теперь мы делаем движение ногами, я разворачиваюсь на бок обязательно. Это первая ошибка, которую делают ребята, которые пытаются делать рапоргард, то есть пытаются его закрыть на прямой спине. Соответственно, плохая фиксация руки, человек ее вытаскивает, и, в принципе, никакого контроля нет. В рапоргарде нам обязательно нужно всегда подвернуться на бок, и заблокировать плечо оппонента. Здесь обязательно рука идет под ногу, я хватаю не так. Вот, monkey grip на предплечье стянул. Второй контроль, рука обходит мое колено, и я плотно прижимаюсь к его плечу. Да, то есть плотность захвата, смотрите, первое, раз, прижал предплечье, не на пальцах, где кисть. И вторая рука, видите, на боку. Сейчас Адик может встать, я с ним встал. При этом силы он не тратит, чтобы держаться в этом положении. То есть мы с вами разобрали первую ошибку. То есть обязательно просто выпрямимся. Вот движение, смотрите, ноги выпрямили, подвернулись на бок. Либо так, либо, допустим, я зажал руку, могу поставить ногу на пол и сделать криверчик. Здесь я закидываю сразу раз, два. Еще один нюанс. Это, допустим, если мне бывает тяжело забрать эту руку. То есть, допустим, я взял Робергард, но человек просунул локоть. Что здесь сделаем? Я разворачиваюсь, просовываю руку. Если же у меня не получается эту руку забрать, я перехожу резко на другую руку. И опять же здесь законтролирую. То есть, допустим, рука здесь. А подниму. Я не могу ее забрать, он упер локоть. Теперь я просто беру на другую сторону. То есть, видите, я сразу ногу поднимаю и хватаю ногу. Обязательно. И здесь уже опять меняю просто сторону. Мы контролируем плечо, здесь шею. Далее. Наша нога другая. Она у нас не лежит. Она обязательно упирается в таз. И плотно прижимается. Теперь давайте разберем два приема. Первый, самый популярный отсюда, это Гога-плата. Соответственно, я сломал самку, прижался к оппоненту. Все, мы вышли в rubber guard. Колено здесь. Что здесь надо было учитывать? Я всегда всю дорогу плотно контролирую его плечо. То есть, ни на секунду я не должен ослабить захват, иначе он вывернется. И вытащит плечо. Все. Здесь все, вы приклеились намертво. Второй момент, чтобы вам было проще закрывать Гога-плату, вам нужно все время лежать опять же на боку. Если вас развернули на спину, не пытайтесь отсюда делать Гога-плату. Вы можете остаться без колена. То есть, в принципе, если, еще одну оговорку хочу сделать, если вы следуете этим правилам, то есть, вы лежите на боку, не на спине, вам супер гибким быть не нужно. То есть, здесь просто уже бедро вы закидываете наверх и контролируете осанку человека. Теперь, дальше, я теперь беру правую руку, переношу на другую часть головы и локтем, начиная давать его вот в эту точку. Обязательно. Не в шею, не сюда, вот именно вот сюда. Начинаю давать. Хватаю ногу здесь. Отдавил, хватаю ногу. Не забываем про контроль плеча обязательно. На этом моменте очень многие теряют руку. Контролирую. Дальше, видите, я рукой как бы обхожу и пропускаю ее под горло. При этом, теперь самая частая ошибка, это когда мы такие радостные, он начинает на нас идти. И теперь обратите внимание, что плечо у него теперь я не контролирую. И сейчас он может просто прямо встать, и мы потеряли его. Здесь я продолжаю. И рука теперь либо заходит за голову, контролирую при этом. И при этом, видите, я ухожу в сторону обязательно. Ухожу, ухожу. И душу. То есть здесь мы подбегли. Вот, контролирую плечо. Просовываю ногу. То есть вообще в идеале даже развернуться здесь. Раз, два. Либо так. Варианты опять же. Есть варианты, когда просто замок закрываем. Такой замок. Кому как удобно есть. Там еще есть, я знаю, два-три хвата. Мы, может, еще разберем, если вам будет интересно. Если не получается гуглоплата, вам ничто не мешает. При этом вы чувствуете, что он выскальзывает. Ничто не мешает мне сейчас перейти на холмоплату. Он начинает отворачиваться. Я сжимаю бедра. Контролирую локоть. Либо здесь, либо где рукав. Прижимаю руку. Ноги я выпрямил. Левая рука сразу пошла и хватает лапел. Контролирую локоть его. Обязательно. Угол корпуса, видите, у меня 45 градусов. То есть, если я буду так лежать, он сейчас руку вытащит. То есть, в принципе, когда вы держите угол 45 градусов, вы можете, если он сейчас спал на колени, например, вы можете себе позволить эту руку не контролировать. Потому что ваш корпус удерживает его руку. Вы можете там пробовать что-то другое делать. Но я, в целом, всегда по привычке затягиваю сюда внутрь. То есть, взяли подмышку за лапел максимально высоко и стянули. Ноги, треугольник держать не надо. Просто держим вот такие две картошки фри. И здесь уже мы можем попробовать завершить. Я начинаю приподниматься. А, да, забыл. Важно. Если он стоит на коленях, нам нужно его раскатать. Чтобы его раскатать, нам нужно сделать такой подуге. Оп. И здесь я прижимаюсь. Таз вперед. Если же человек делает ковырок, мы не успеваем сделать комплопату. Мы даем ему сделать ковырок. Контролируем за локоть. Рука идет сразу под мышку. Таз у меня на весу. Я вдавливаю прям в ключевой сустав. И локоть не позволяем ему опустить на пол. Чтобы не позволить ему развернуться в мою сторону. То есть я держу, съезжаю. Рука под шею. И забираем боковое удержание. Здесь есть лапел. Для дополнительного контроля. Стягиваем его к себе. Локоть внутри моего бедра. Все. Ребята, спасибо всем за просмотры. Ждем от вас лайки, комментарии, репосты, подписки. Сейчас была первая часть. И сейчас мы готовим для вас вторую часть. Это болевые на ноги. Переходы с Рабргарда. И также продолжение. Переход с Рабргарда на Омоплату. И завершение этого Омоплаты свип на треугольник. Так что скоро будем.